Здарова! День становится длиннее, велосипеды все аппетитнее, ну или это мне так кажется в Германии, а для тех, кому не кажется, сегодня свежий выпуск вело и около вело новостей, которые и дома в тепле посмотреть можно. Начинаем! Кто не видел, о чем я сожалел в 2017 году, тот что-то пропустил. Следующая новость заставит сожалеть всех владельцев премиум быстрых моторизированных велосипедов Stromer о своей покупке. Норвежская марка Podbike на пороге выпуска новой волны электрозаряженных средств передвижения. По форме штука напоминает Renault Twizy, по функциям тоже, сами судите, места хватит для одного взрослого и ребенка, а также немного багажа. Стоимость в Европе будет в районе 5000 евро, для сравнения Stromer будет вашим, без крыши, одноместный, также от почти 350 тысяч рублей. Из интересных деталей Podbike аэродинамичнее любого шоссейника, в качестве трансмиссии используется гибридный двигатель, который до сих пор работает от силы ваших ног. С той лишь разницей, что нет ни цепи, ни ремня, как в Mando Fuclos. Извиняюсь, это не ругательство, а вот такой вот байк, о котором при интересе могу рассказать в деталях позже. Опросы на моей страничке на YouTube как раз для выражения интереса и служат. Заходите. Продолжим по смарт-твизи-мобилю, велогаджету. Садиться можно даже удобнее, чем в мой Aston Martin. Здесь дверь полностью вверх уходит, электроника, седло, в смысле кресло поднимается на гидравлике. Кроме очевидной защиты от погоды, подчеркну, от норвежской погоды тоже, имеется базовая защита пассажира от удара. После использования можно заехать в специальный гараж, где посредством солнечных панелей ваш снаряд снова будет заряжен. Мой короткий вывод, в качестве e-байка, который будет ехать максимально 30 км в час, штука бесполезная и дорогая. В качестве S-Pederick с поддержкой до 45 км в час за представленную цену, это более чем конкурентоспособное изобретение. Кто еще не видел, в мире фактически существует веломойка, причем такая, где твой байк закрепляется и протаскивается автоматом по моечной дорожке, как я уже показывал в репортаже из велосипедного немецкого городка Мюнстер. Все хорошо, но уж больно много воды там уходило, да и технология чистки подходила разве что для очень поверхностной моки. CleanYourBike.com разработали более современную версию, которую можно привезти и поставить рядом с любым крупным соревнованием по кросс-кантри и циклокроссу, но не везти же всю грязь с собой. 100 мл воды, 3 минуты работы, биомыло, ультразвук, это все что нужно. Как вы могли подумать, использованная вода тут же фильтруется, все очень экономно и эффективно, современно, а главное, наверное, мобильно. Большой палец от меня. К следующим новостям из прекрасного мира будущего, давайте прикоснемся, рассказывал вроде уже о системе АБС, торможений, стало быть, без заноса, за производство ответственных коллаборанты Магура и Бош. Так вот, технология крутая, эффективная, однако уж больно для избранных, ведь есть куча других производителей тормозов и моторов тоже. Однако потуги Бош удивляют и по-человечески вдохновляют, ведь решили немцы позаботиться нынче обо всех, обо всех велосипедистых. Лучше всего это сделать, кроме как улучшить дорожное полотно, так это убрать машины, ну или сделать их не такими опасными. iBooster называется новой технологией, которая уже с этого года будет оцениваться аж Euro NCAP, европейская программа оценкой авто, то есть там оценят и, видимо, хотят интегрировать везде, где только возможно. iBooster реагирует за 190 миллисекунд на приближение велосипедиста и активирует тормозную систему автомобиля. Таким образом, в среднем можно будет избежать каждый второй наезд на двухколеса у брата. Ладно, хотел вас еще статистикой по Германии побаловать, которая в очередной раз показала, что импорт, что экспорт в прошлом году насчет e-байков увеличился, но пора и совесть знать, о настоящем приеме поговорим, стало быть мышеченопедальным. Новый рекорд поставил Марк Бьемонт, который покрыл расстояние вокруг мира 11 313 километров за 78 дней. Вот у кого проголодание и его пользу для здорового человека, нужно спросить, ведь аж 8000 калорий в день требовалось 34-летнему атлету на преодоление почти 400 километров в день. Новость с конца 2017-го, однако, будет актуальна еще долго, ведь сам Марк выразил большие сомнения о том, что когда-нибудь попытается сделать очередной рекорд. Коротко, потому что только в теории, интересно для русскоязычного зрителя, немецкий онлайн-поставщик вело и запчастей Canyon теперь катает свои вело за бугор. Жалко только не в Россию, а в США на этот раз, тут остается разве что еще немножко потерпеть. И напоследок, для всех поклонников немецкого качества, скорости, автобанов, BMW, MBike, Limited Edition, Carbon, мы уже видели Audi, Aston, McLaren, Maserati, Ferrari, да что мы только не видели. Ну давайте посмотрим и этот велосипед тоже, чья характерная особенность состоит в том, что он не электро. Здесь поработали инженеры из M Performance, хотя без хороших ног тут делать нечего. Это даже не шоссейник от названия Carbon, снаряду досталась только вилка, подсидел, да, пару спейсеров, рама же алюминий. Лепестки за баранкой Dior XT, да, Parktronic обеспечивается подставкой. Велосипед получен ограниченным числом в 500 штук и украшает своим Marina Bay Blue Metallic гараж вместе с новой M5 в том же антураже. Слабо, да и просит 1400 евро, однако довольно-таки практично, если ты на 600-сильной грозе автобанов наберешь столько пунктов, что придется ездить именно на велосипеде. Пока у меня все, это был очередной выпуск велоновостей. Друзья, давайте разбавим рубрику «В реальной журналистике не покажут проблемы рядового велосипедиста». А я могу. Присылайте ваш видеоматериал, ваш репортаж или просто видео и историю к нему. Я сам все могу озвучить, чтобы вам не заморачиваться. Что нам интересно? Думаю, по-первых, все. Курьезные ситуации на дорогах с ваших камер, элементы, а может, рудименты, белая инфраструктура в вашем городе, обещания чиновников до и после, проблемы с магазинами или наоборот, что-то хорошее. В общем, все, что вы можете ассоциировать с велосипедом и вашим любимым городом. Будет просто гениально, на мой взгляд, если мы соберем несколько таких роликов к следующему выпуску. Также вашей поддержкой можно будет в итоге показать, сколько велосипедистов в России или Украине, или Белоруссии, Казахстане и других странах, сколько велосипедистов, которые желают позитивного изменения условий для их спортивно-транспортной деятельности. Ссылки на загруженные видео и истории прошу отправлять мне в личку на YouTube, либо на рабочую почту, указанную в описании канала. Все, спасибо, что подключились. До-до-до-до-до-до-до.